Главным школьным праздником принято считать 1 сентября, но не все родители согласятся с этим. Самым важным они называют день, когда подают заявление в первый класс, в то учреждение образования, которое, по их мнению, лучшее в городе. Потому июнь для них самый жаркий месяц. Для записи ребенка в первый класс родителям необходимо предоставить в школу заявление на имя директора, свидетельство о рождении ребенка, справку о его здоровье. С 12 июня текущего года, в соответствии с инструктивными документами Министерства образования, начался прием документов в первый класс учреждения общего и среднего образования нашего города. Процесс проходит стабильно, родительская общественность об этом предупреждена. В первую очередь на свободные ученические места принимаются дети, проживающие в микрорайоне школы, так называемые микрорайоны. Микрорайоны школы определяются администрациями районов города Бреста. В отдельный день с 15 июня начинается прием документов от других граждан, не проживающих по месту жительства. Сегодня в средней школе номер 20 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева не составляет никакого труда записать ребенка в первый класс, даже если документы поданы не в первый день начала их приема. Мест всем хватает, но так бывает не всегда и не везде. В этом году уже подано около 100 заявлений, по сравнению с прошлым годом заявлений подано где-то процентов на 30 больше, несмотря на то, что мы набираем в этом году 3 класса, в прошлом году мы класса 4 набирали. Родители идут, идут активно, в первые два дня было, как вы уже поняли, много людей, особенно в первый день, но все проходило спокойно, четко, слаженно. Многие из тех родителей, которые к нам ведут детей в первый класс, приводили их на подготовку к школе, они знают порядок поступления в школу, те документы, которые им необходимо представить, знают, как будет проходить написание заявлений, поэтому они очень четко, слаженно, спокойно делают это. В 20-й школе в фойе рабочая обстановка, никаких очередей в 9 утра здесь не наблюдается. Папа первоклассницы уже написал заявление и уточняет некоторые волнующие его вопросы у представителя принимающей комиссии. На вопрос, почему выбрали именно эту школу, Александр Филиппович ответил быстро и уверенно. Средняя школа номер 20 является большой-большой семьей с очень давними традициями. Я заканчивал это учреждение образования, мои дети тоже пошли в это учреждение образования. Для нас это очень волнительный момент, мы являемся ответственными родителями. В 20-й школе работают лучшие, самые персональные педагоги, поэтому не было никаких сомнений, куда отправлять наших детей, в какую школу. Здесь предоставлены абсолютно все условия для развития, обучения, воспитания наших детей. И не поближе этого слова, я уверен, что и внуки, и правнуки будут тоже учиться в средней школе номер 20. Сама Николь ждет не дождется, когда впервые переступит порог школы, обретет новых друзей и будет учиться и получать знания, как ее старшая сестра. Я очень хочу в первый класс, чтобы узнать многого интересного. Я умею читать и писать. Моя сестра ходит в первый класс и уже переходит во второй. Я тоже так хочу учиться, как она. Семья Востриковых также подошла ответственно к сбору всех документов для того, чтобы написать заявление и отправить своего сына в первый класс. Отрадно, что большинство родителей не откладывают подачу документов на последний день и уже сейчас начинают приходить. Сын идет в первый класс, мы сюда ходили на подготовку и хотим именно вот эту школу. Ребенок доволен, никогда не было вопросов, всегда с радостью шел на подготовку. Сначала прошли медицинскую комиссию, это заняло немножко времени, а документов особо не нужно, паспорта, копии, свидетельство о рождении, все просто. Напомним, что будущему школьнику на момент начала учебного года уже должно исполниться 6 лет, иначе в приеме документов и зачислений в первый класс могут отказать.